Всем привет! Я приготовил для вас тройник на матче отбора Чемпионата Европы по футболу. Отчасти меня смотивировали проходы обоих моих двойников на вчерашний матч. Я сначала хотел сделать два двойника, но не нашел достойного четвертого события, которое можно было отобрать, поэтому решил взять тройник с хорошим коэффициентом 3.66. Я отобрал три матча. Это Люксембург-Франция, Болгария-Нидерланды и Кипр-Эстония. Давайте начнем с матча Люксембург-Франция. Здесь я взял фору плюс 3.5 на Люксембург за коэффициент 1.64. На мой взгляд, коэффициент здесь очень прибыльный и его можно брать в экспресс. Я не буду слишком долго анализировать все эти матчи, потому что их целых три. Вкратце пробежусь и объясню свой став. Здесь стоит начать именно с Люксембурга, потому что эта команда, не скажу, что прям очень слабая. Люксембург уже давно играет достаточно стабильно, с каждым отборочным циклом прибавляет. Понятное дело, им далеко до выхода в финальную часть чемпионата. Но так или иначе, это уже не Андорра, не Сан-Марина, не Лихтенштейн. В команде собраны достаточно качественные футболисты, профессиональные футболисты, которые выступают в различных чемпионатах. И если посмотреть на результаты, то в принципе даже в этом отборе Люксембург выступает неплохо. Проиграли в гостях Болгарии 4-3, уступив на последние минуты матча. На своем поле проиграли Швеция всего лишь со счетом 0-1, а Швеция это прямой конкурент Франции за путевку на чемпионат мира. Сыграли в гостях у Белоруссии со счетом 1-1 и также проиграли на своем поле Нидерландом 1-3. То есть плюс 3-5 прошел даже в матчах с такими серьезными командами, как Швеция и Нидерланды, причем достаточно уверенно. Что касается Франции, то если дома команда выступает очень удачно, то в гостях выступает с натяжкой не только в этом отборочном цикле, но и в предыдущих тоже. Если вы даже посмотрите на матчи отбора Франции в предыдущих циклах, то там также победы давались команде с трудом даже над командами класса ниже, чем Люксембург. Речь идет, например, о победе над командой из Фарерских островов всего лишь со счетом 1-0. В этом же отборочном цикле французы оконфузились Белоруссии, сыграв 0-0, а я напоминаю, что Люксембург также в гостях у Белоруссии сыграл в ничью 1-1. Также французы победили в гостях у голландцев, но голландцы там смотрелись неплохо, скорее даже не хуже, чем французы, просто удача была на стороне Франции. Так или иначе, французам даже нет смысла побеждать крупно, потому что команда лидирует, занимает первое место. Им достаточно спокойно, не затрачивая массу усилий, обыграть аутсайдеров, не проиграть тем командам, с которыми они борются, то есть Швецией и Нидерландом. И, соответственно, это позволит им получить путевку на чемпионат мира. Поэтому здесь фора плюс 3-5, я считаю, что выглядит достаточно надежным событием и коэффициент очень хорош 1-64. Следующий матч для разбора, который я взял, это гостевая победа над Болгарией. Коэффициент данного события 1-53, я считаю, что он оправдан, потому что голландцы выступают в этом отборочном цикле, в отличие от предыдущего, очень хорошо. Была одержана уверена победа над белорусами 4-1 на своем поле, в гостях также победили Люксембург со счетом 3-1, про эту игру я уже вам сказал. Проиграли французам 0-1 и сыграли в гостях у шведов со счетом 1-1. Причем в том матче голландцы доминировали и имели хорошие шансы на победу. Что касается команды Болгарии, то они уступают достаточно слабо против серьезных команд. Да, были одержаны две победы дома, но эти победы дались команде большим трудом. Я уже говорил вам на победу над Люксембургом 4-3, когда Болгария забила победный гол на последних секундах. Также была победа над Белоруссией с счетом 1-0. Но сами посудите, если Люксембург смог забить 3 мяча Болгарии, то сколько сможет забить тогда Голландия. И состав у Нидерланды достаточно серьезный. Есть Робан из Баварии, Стротман, который играет в Роме, Виналдум, один из лучших опорников ЭПЛ, Депай, который сейчас раскрывается в Лионе против неудачной игры Манчестер Юнайтед. Из последних новостей был отправлен обратно Форвард Янсен, но так или иначе там есть кому его заменить. И это не самый ведущий игрок сборной Голландии. Больше всего мне нравится то, что голландцы показывают хороший атакующий футбол. И здесь поэтому я уверен в победе Голландии. Коэффициент, в принципе, достаточно хороший для этого события, учитывая то, что Болгария все-таки играет ужасно. И третий матч, который я взял, это Кипр против Эстонии. Я долго думал, брать ли чистую победу Кипра за 2-0-7, но все-таки не решилось это сделать, так как команда не самого высокого уровня. Но фору 0 на Кипр я все-таки поставил в этот райник. Коэффициент 1-46, и действительно Кипр является фаворитом в этой игре. Несмотря на то, что обе команды набрали по 3 очка, тем не менее Кипр оказывает гораздо более достойное сопротивление по сравнению с Эстонцами. Например, в гостях грекам и боснийцам приоты проиграли всего лишь со счетом 2-0. В то же время эстонцы проиграли в гостях боснийцам со счетом 0-5, и уступили на своем поле грекам тоже со счетом 0-2. Обе команды на своем поле обыграли Гибралтар. Ну и также стоит отметить матч с главным фаворитом группы, с бельгийцами. Киприоты им на своем поле уступили со счетом 0-3. Эстонцы же оконфузились в Бельгии со счетом 1-8. То есть даже исходя из результатов, Киприоты выглядят достойнее, чем свои оппоненты. И здесь, конечно же, важнейшим фактором пользы Киприотов играет еще и фактор домашнего поля. Потому что все кипрские команды, будь то клубы в Лиге Европы, либо же сборная, достаточно неплохо смотрятся у себя дома. Что же касается эстонцев, то, как видите, по результатам, команда играет в гостях просто ужасно. Сокрушительное поражение от бельгийцев 1-8. И не менее разгромное поражение босницам 0-5. Поэтому здесь я подстраховался и взял фору на Кипр за 1-46. В итоге общий коэффициент тройника 3-66. Я поставил на данное событие 1500 рублей. Если вам понравился данный прогноз, ставьте лайк, обязательно напишите это в комментарии. Если у вас есть какое-то свое мнение по поводу этих трех матчей, то обязательно высказывайте ее в комментарии. Всем удачных ставок! Напоминаю то, что в своих прогнозах я все больше выражаю свое собственное мнение, а не призываю вас на что-либо ставить. Поэтому в идеале вы должны сформировать свое собственное мнение. Футбол, он тем привлекательен, что порой у него происходят неожиданные события. Поэтому иногда даже самый разумный прогноз не всегда может зайти. Но на дистанции я в плюсе. Чего желаю вам? Ставьте с умом! Успехов вам!